Еще раз всем доброе утро, ребят. Мы включили запись. Кто в запись нас слушает, привет. Мы уже проговорили организационные моменты, и чтобы их услышать по поводу зарядки, то, пожалуйста, присоединяйтесь всегда вовремя, чтобы вы не задерживались и услышали все в самом начале. Я вас приветствую, дорогие. Вижу, что вы в чате пишете, что настроение у вас, конечно же, прекрасное, делитесь уже своими успехами. Также утром сегодня читала в других чатах, что у вас там происходило. Хорошие события за эти дни, да, среда. Как у вас пошел день после нашей зарядки в среду. Ну и вчера, четверг. Какие у вас тоже были интересные события, чем вы были заняты. Сегодня пятница, это итог недели нашей, и мы готовимся к следующей неделе. Сегодня я подготовила две темы, которые хочу с вами обговорить. Одна у меня подготовлена еще заранее. Я хочу освежить знания в этой теме. Ну, в принципе, есть что-то новенькое, да, и нужно периодически напоминать себе информацию по этой теме. Ну и вторая тема, она сегодня буквально у меня утром родилась, потому что я разговаривала с одним из наших участников. Мужчина позвонил мне, интересный такой разговор, и я бы хотела бы даже немного прокомментировать его подход, его вопросы. Возможно, у вас тоже что-то подобные вопросы возникают, или вы услышите у кого-то, что есть такие вопросы. Так что объявляю нашу зарядку открытой. От вас прошу обратной связи в чате. Не забывайте писать в чате. И начинаем. Первое, и не устану это повторять, ребят, это обратите внимание, пожалуйста, на e-currency. Обратите внимание на подтяжку e-currency для перенесенных взносов в поток плюс. У вас зеленым горит цифра, которую вы будете получать дальше в день. То есть вы, если видите у себя в кабинете зеленым цифра в скобочках, эта цифра говорит о том, что столько вам будет капать в день. Это значит, что столько проект вам хочет начислить, и он вам начислит после того, как вы подтянете e-currency. Поэтому посмотрите внимательно. Если у вас еще не все e-currency подтянуты к перенесенным взносам в поток плюс, если они у вас не были все перенесенные сразу и подтянуты, и сейчас не все подтянуты e-currency, то в скором времени, буквально через недельку, процент подтяжки e-currency снизится. Если вы не подтягиваете e-currency, то потом снизится. Ребят, поэтому зайдите, посмотрите, сколько необходимо потянуть e-currency. Купите их на бирже, дешевле всего. Если будет вопрос сейчас по бирже, вы, кстати, можете спросить. Мы обговорим еще вкратце. И еще другие моменты, что относительно e-currency. Поэтому возьмите e-currency и подтяните все. Потому что потом, ну уже очень долго, ну много времени уже прошло, и было выделено на подтяжку e-currency, чтобы у вас стал поток вот прям сразу же существенно увеличился. И сколько недель уже выплат, да? То есть вы могли распределить свои средства уже достаточно на покупку всех e-currency, чтобы их подтянуть. Так что делайте это поскорее, потому что дальше будет процент подтяжки снижен на e-currency. Напомню, что все перенесенные взносы, которые были в поток плюс, они с подтяжкой плюс 300% e-currency. То есть зеленая цифра начисления говорит о том, что у вас будет столько, если вы потянете 300, ну там необходимую сумму, да, e-currency, и это соответствует 300% от перенесенной суммы, которая ранее была перенесена. Потягивать вы можете их частями, там не всю сумму даже сразу, можно частями. Но главное, чтобы вы это сделали. Потому что если вы не подтянете все e-currency, то процентное соотношение с 300 снизится, и зеленая цифра станет меньше. То есть вы будете подтягивать, и уже просто меньше. Вам не позволит подтянуть больше. У вас к тому моменту могут уже появиться достаточно e-currency, но вы не сможете просто подтянуть, потому что зеленая цифра не будет давать этого. Поэтому, ребят, не откладывайте никогда на потом, а подтягивайте сразу все e-currency. Способов, как их приобрести, времени, чтобы их приобрести, достаточно. Деньги у вас есть на то, чтобы их покупать. И, кстати, сегодня о деньгах, именно о выплатах и именно о распределении выплат. Это вы часто спрашиваете о стратегии распределения выплат. Хочу сегодня тоже поговорить с вами. Итак, первый момент, то, что нужно подтянуть, не забывайте это сделать еще буквально в течение недели. Но делайте это раньше, потому что чем раньше вы подтянете, тем раньше вы будете получать ту большую цифру, которая у вас написана зеленым цветом. Кто уже подтянул, кстати, e-currency, и кто не подтянул? Ставьте, пожалуйста, в чате плюс, если вы подтянули, и цифру 1, если вы еще не подтянули. Если вы еще не подтянули к всей currency, так, у кого-то плюсы пошли уже. Хорошо. Да, 1 у кого-то есть. Пока плюс преобладает. Это радует. Спасибо, ребят. Так, я пока только вижу 2 единички на фоне несколько десятков плюсов. Ага, так, 5 единичек, ага, плюсов добавляется. Так, не полностью кто-то пишет, что в ближайший вторник подтяну. Хорошо. Кто-то плюс-минус. Оксана, ну, хитро написала, да. Я попросила, если вы еще не подтянули, то минус. Понятно, что вы подтягиваете. Так, спасибо, спасибо. Ребят, смотрите, вот сейчас вы прям видите, если вы не подтянули, то обращайте внимание на это. И да, вы в ближайший вторник можете это сделать. Ну, там, в ближайшую неделю, в ближайшую выплату. Может быть, у вас получится раньше. То есть постарайтесь, чтобы у вас получилось раньше. И уже тогда, в ближайший вторник, вы поставите же большую сумму на вывод. Понимаете это? То есть всегда просто нужно делать вовремя все. В тот момент, когда это приносит, ну, самый большой результат, да. А самые большие результаты их, конечно, лучше получать как можно раньше. То есть быстрее их получать. Быстрее их получать. И тогда ты получаешь дальше еще больше. Так, спасибо за обратную связь. Смотрите. Это по потяжке. И теперь тема, которую тоже хочу с вами обговорить. От вас тоже прошу обратной связи. Потому что тема довольно-таки важная. Вы часто спрашиваете. А что же относительно распределения входящего денежного потока, который приходит к вам? То есть давайте поговорим о распределении того денежного потока, который приходит к вам из проекта Cashflow. Каждую неделю вы подаете запросы на вывод. И каждую неделю вы получаете выплаты. Как делать, чтобы ваш поток еще, наоборот, только увеличивался, усиливался? Вы с каждой недели получали больше, а не меньше. Потому что мы знаем тенденцию поток плюс, что если вы только лишь выводите из потока, то у вас тогда он снижается, его эффективность снижается. Поэтому, чтобы была эффективность всегда на уровне и только росла, поток необходимо поддерживать. Итак, смотрите, какая есть самая лучшая? И вообще я это говорю всем и еще раз повторю. И вы повторите, пожалуйста, тоже всем, всем, кого знаете. Вы уже довольно много получаете. Ну вот каждый. Ну вот кто сейчас смотрит на свои суммы выплат, и по вторникам мы видим, ну большинство, большинство, ребят, причем преобладающее большинство наших участников уже получает очень значительные суммы каждую неделю. Преобладающее большинство. То есть если вы уже пару месяцев или даже месяц, ну вот такая финальная точка, если вы уже два месяца, то вы уже точно получаете серьезную сумму. Потому что за это время у вас была возможность разогнать свой поток, у вас была возможность использовать все бонусные предложения, все акционные предложения. Их за два месяца, в принципе, предостаточно бывает. Различные реферальные программы, да, так структурные, потому что вы же можете уже выйти на уровень аудитора. То есть вы, большинство из вас, кто сейчас особенно слушает зарядки, это особенно преобладающее большинство, да, ну и все, кто не слушает даже, но очень внимательно потом слушают записи и слушают своих аудиторов, да, посещают встречи, которые проводит лично их аудитор, а каждый аудитор у нас очень крутой, то у вас уже очень хорошо получается в неделю. То есть вы уже довольно много получаете. И вот самое главное, когда кажется, что уже совсем, ну уж очень-очень много, в этом тоже нужно уметь правильно распределять. Когда кажется, что вроде бы пока еще недостаточно, тоже нужно уметь распределять. И когда уже так прилично, а вы все уже получаете очень прилично, то все равно не останавливайтесь на том, чтобы наращивать ваш поток. Итак, какие есть самые оптимальные решения, которые работают точно на ура, проверены, и могу говорить, что они, можно даже так сказать, идеальные. Итак, сумма, которая к вам приходит каждую неделю, да, сумма на выплату, она довольно уже приличная. Обязательно часть из этих денег выделяете на покупку криптовалюты e-currency. Просто возьмите себе за привычку, каждую неделю покупайте e-currency. Вы можете это делать даже каждый день, но просто часть суммы, которая к вам пришла из выплат, выделяете. Например, что в эту неделю я покупаю e-currency на 300 долларов. Вы их можете сразу купить на 300 долларов. Вы можете там проснуться в 3 часа ночи, купить их, потому что обычно ночью курс немножко ниже, как делают некоторые наши участники. Молодцы, ну реально супер. Да, они обратили такую тенденцию, что ночью e-currency дешевле на бирже покупать. И класс, и они просыпаются, заводят себе денег и покупают. Потому что можно купить на одни и те же деньги больше e-currency. Супер, ребят, вы красавцы. И ваши результаты, конечно же, ощутимы. Вы за два месяца машины покупаете. Вот, так что обязательно часть денег выделяете на покупку e-currency. Вот взяли себя за тенденцию, что на 300 долларов вы купите там, или на 30 долларов вы покупаете e-currency, или на 50, или на 100. Это ваша цифра, да. Но желательно, чтобы это была, ну примерно, вот, сумма выплаты. Например, вы получили там 1000 долларов. В неделю у вас сумма выплаты. Ну вот пятую часть точно выделяете на e-currency. Не меньше. Ребят, сейчас, особенно вот в эти дни, когда у нас курс значительно, мы видим, так вот слегка еще приспустился на бирже, да, понизился немного курс, то сейчас вы можете даже больше выделять и вообще аккумулировать разные средства на то, чтобы приобретать еще e-currency. Когда курс немножко корректируется и слегка понижается, вы можете просто все свои силы, да, там, свободные финансовые ресурсы направить на покупку e-currency, чтобы потом перепродать, да, то есть, понимаете, потом, когда вам будут нужны деньги, курс поднимется, и вы сможете перепродать в любой момент, или через неделю, когда вам будут нужны деньги, или через три года. То есть, вы в любом случае их всегда сможете перепродать, или подтянуть выгодно к проекту кэшфлоу. А подтягивать к проекту кэшфлоу всегда выгодно, всегда выгодно. Почем бы вы не покупали бы, вам всегда будет выгодно подтягивать. Поэтому чем раньше вы будете покупать и чем дешевле, тем выгоднее вам будет в дальнейшем подтягивать. Так что часть выделенных денег выделяете обязательно на покупку e-currency. Даже если вы получаете 50 долларов пока в неделю, на 10 долларов точно купите e-currency. Сколько там получится, купите, пусть они у вас лежат, пусть они у вас будут. Накапливайте. Занимайтесь накопительством. Это то самое любимое слово большинства людей. Я его не сильно люблю, я вот именно слово это не люблю, да, диверсификация. И причем люди это воспринимают в основном как диверсификация рисков, а я бы так сказала бы диверсификация активов. То есть диверсификация бизнеса вашего. Мы, может быть, когда-то с вами еще отдельно поговорим. Мы периодически говорим с вами на эту тему, чем отличается диверсификация рисков и диверсификация бизнеса твоего. Так что делайте это. Обязательно часть денег, которые к вам приходят в жизнь, это ваш входящий поток, обязательно направляйте на покупку криптовалюты e-currency. Почему именно на e-currency мы тоже с вами говорили недавно? Потому что на сегодняшний день это самая трендовая криптовалюта. Это та криптовалюта, которая в ближайшие несколько лет принесет самый лучший результат. На ней можно заработать больше всего денег, потому что она вырастет в самое большее количество раз. Тот факт, что вообще просто в целом в мире покупать криптовалюту, это уже неоспоримый факт. И, пожалуйста, говорите об этом тоже всем людям на планете, что это то умение, которое необходимо каждому человеку. И чем раньше человек начнет это делать, вникать, как сделать, как создать свой кошелек, разбираться. Мы в среду с вами, помните, говорили еще, что означает разбираться в нашем проекте и что означает разбираться, разобраться в криптовалюте. Просто понять механизм, как это купить и что потом с этим можно делать, как потом это продать. Так что это факт, и это необходимо делать каждому человеку на планете. А именно криптовалюту e-currency покупать, потому что на ней вы больше всего заработаете денег. И запомните, что у кого больше всех будет криптовалюты e-currency, тот самый счастливчик. Мы уже на протяжении года твердим об этом каждому человеку, что берите, появляются свободные деньги, берите. Сейчас некоторые из вас еще не подтянули к потоку плюс все e-currency, потому что у вас просто нет e-currency. Потому что вы, например, летом не приобрели, когда еще можно было еще дешевле их купить. У вас тогда были и ресурсы, и финансы. То есть вы не выделяли каждую неделю какую-то долю на покупку. Поэтому, ребят, возьмите себе, пожалуйста, за привычку. Это итог недели. Пообщавшись с вами, я поняла, что не у всех есть такая привычка. Но это очень хорошая привычка. Это как привычка утром просыпаться, умываться, чистить зубы. Вот также возьмите себя за привычку, что проснулся, сделал утренние свои процедуры, зарядку для дела и для тела, и раз зашел, купил e-currency. Да хоть на 2 доллара купить e-currency. Да даже не нужно идти на биржу, даже можно в мани-сторич купить их легко. У нас есть вообще три способа, как купить e-currency. То есть на биржу это такое уже. Самые профи ходят и резонно покупать большие суммы, потому что там дешевле всего. Поэтому большие суммы резонно, конечно, покупать исключительно на бирже. А небольшие суммы вы даже можете покупать в мани-сторич. Так что возьмите себя просто за привычку. Первое. Записали себе это? Я реально говорю, что запишите крупными буквами и не забывайте. Сами выработайте себе такую привычку и другим тоже говорите. Вот. У кого есть майнеры, ребят, кстати, то вы можете... Я поделюсь своей стратегией майнинга. Я майню со скоростью один к одному пока. Я не трачу много токенов, то есть я себе накапливаю e-currency, чтобы у меня вот они выходили там пока с небольшой скоростью. Но я это делаю уже 4 года. Вот. Если вы только сейчас начинаете майнить, вам резонно просто чуть-чуть больше докупить токенов и поставить себе немного скорость выше, чтобы у вас появлялось больше e-currency. Особенно если вдруг у вас, например, небольшие майнеры. Даже если вы вдруг давно майните, но у вас пока небольшие майнеры, то я бы на них немного уже повышала скорость майнинга, чтобы у вас просто быстрее появлялись e-currency. Чем больше у вас будет появляться e-currency, тем больше вы сможете свободно ними распоряжаться, подтягивать сразу же. У вас не будет вопросов на докупку их, чтобы подтягивать в кэшфлоу. То есть делайте так, чтобы они у вас появлялись просто скорее разными способами. Вот. Так что первое. Часть выведенных денег, которые вы получаете из кэшфлоу каждую неделю, обязательно выделяете на покупку e-currency. Возьмите себе такое за правило. Прямо все покупайте внутри майнистордж. Вам выплата пришла в майнистордж, и прямо в майнистордж покупаете. Даже не ходите на биржу. Понимаете? На биржу уже идти за крупной партией. Вот. А за небольшими партиями вы даже легко можете ходить на сделки в майнистордж. Как проворачивать эти сделки? Как их подтверждать? Как свои предложения выставить? У нас море материалов от наших участников, которые записывают в помощь для каждого. Вы просто зайдите на каналы. Давайте, возможно, я сегодня продублирую еще на канале эту информацию. Мы периодически ее там дублируем. Напомните мне, пожалуйста, сегодня. Это мы сделаем вот в обед. Это самое лучшее время для выхода информации. И мы сегодня это продублируем. Да? Идет? Хорошо. Кто у нас самый ответственный, пожалуйста, напомните мне. И мне так нравится всегда, что потом раз мне так очень много-много-много приходит сообщение, и потом сразу видно, кто же внимательнее всех слушает, да? Кто же больше всех интересуется? И потом это, так знаете, совпадает сразу с самыми крупными суммами выплат. Вот. Потому что вы интересуетесь, если вы вникаете. Так. То есть часть денег на покупку e-currency. Следующий момент. Часть выведенных денег обязательно на новый взнос. Вы это делаете или внутри реинвеста даже, да? Или то, что даже вывели уже, но все равно часть на новый взнос. Вы всегда должны добавлять в свой поток. И вот эта еженедельная тоже привычка, она самая оптимальная. Когда вы каждую неделю будете добавлять, вы не будете ощущать, что ваш поток как-то снижается. Вы, наоборот, только будете видеть улучшения с каждым днем. И с каждой недели вы будете получать больше. Пусть на немного больше. Но главное, что у вас будет растущая тенденция ваших премий. Потому что, еще раз напоминаю, каждый пришел в проект за деньгами. Каждый пришел, чтобы у него менялась жизнь. И поэтому выполняйте те действия, которые будут этому способствовать. То есть вот тенденция, что каждую неделю дополняйте свой кабинет. Не забывайте. У кого-то это стратегия каждый день или через день делать реинвест. Или три дня в неделю на вывод, три дня реинвест. Или там в конце недели, не в конце недели, а по итогам недели во вторник запрос на вывод подали. И какую-то часть из money storage уже пополняете. То есть помимо того, что вы и так делаете всегда новые взносы. Для того, чтобы еще больше продать e-currency. Не забывайте тоже, что поток плюс у нас основан именно на том, что вы продаете e-currency. Чем больше вы продадите e-currency через поток плюс, тем больше у вас будет денег. То есть это его основа. Продавайте больше e-currency. То есть смысл вообще участия в потоке плюс – это продать потоку через поток как можно больше e-currency. То есть смысл участия в потоке плюс – подтянуть, продать через поток. Давайте вот подтянуть. У нас есть такое чудесное слово, оно понятное всем. Подтянуть как можно больше e-currency. При том, что вы только что их купили по 7 центов и тут же продаете по доллару 20. То есть в 17 раз дороже. И чем больше вы подтянете e-currency, тем больше будет ваша доходность. Так что вот какой принцип потока плюс. И чтобы больше подтягивать e-currency, вы, конечно, делаете взносы, реинвесты. И тогда очень много подтягиваете e-currency. Поэтому я серьезно, вот из тех людей, которые еще до сих пор не подтянули все e-currency к потоку плюс. Ребят, вы на самом деле очень много уже пропустили за это время. Вы бы давно уже подтянули, и вы бы уже денег в два раза больше получили, нежели даже то, что бы вы потратили на докупку e-currency, если вы их раньше не купили. Так что часть выведенных, да, помимо того, что вы и так делаете новые взносы всегда, чтобы подтянуть как можно больше e-currency, а поток плюс именно основан на том, что вы перепродаете, вы не делаете какие-то манипуляции с деньгами, да, вы просто перепродаете. Купил дешево, продал дорого. Все, то есть вам нужно как можно больше перепродавать e-currency. Все, то есть это, считайте, это бизнес, это ваш бизнес, да, это ваше дело, это ваше предпринимательство. Вы себе нашли поставщиков e-currency, это или на бирже, да, или по сделкам, или публичные сделки, или у вас есть индивидуальные сделки с кем-то, договоренности индивидуальные, кто вас поставляет e-currency, ну вдруг у кого-то большие майнеры, и он продает, да, там по чуть-чуть. Много у нас никто не продает e-currency. Я знаю, ну реально это сейчас вопрос такой, и мы видим, что он все, много e-currency сейчас купить, как бы так сходу нужно еще постараться, да, поэтому нужно искать себе несколько поставщиков, которые вас будут обеспечивать e-currency. Лучше всего, конечно, это сделать с людьми, у которых есть майнеры, потому что люди, у которых есть майнеры, у них не ограничены, ну токенами, конечно, у них только ограничено, но думаю, что они токенами тоже запаслись. То есть у них майнинг всегда их обеспечивает новыми монетами, и они могут вам немного продавать, они могут с вам делиться, да, то есть если вы договоритесь так в индивидуальном порядке, там, например, что каждую неделю я у тебя покупаю там e-currency на 500 долларов, или там на 100 долларов у тебя покупаю. То есть как вам такой вариант, что вы можете даже с кем-то договориться, и вы даже можете договариваться о цене, да? То есть вы точно знаете, что этот человек вам будет продавать там каждую неделю какую-то сумму e-currency. Покупайте, ребят, пусть у вас лежит в кошельке всегда готовый на подтяжку, и в любой момент вы их можете перепродать уже по доллару 20 в кэшфлоу. Все, то есть вот такой вот вариант, где раздобыть. Но главное, просто делайте это. Итак, первое, еще раз, стратегия распределения входящего денежного потока к вам, да, это ваши выплаты из кэшфлоу. Часть на покупку e-currency, часть обязательно на новый взнос или реинвест, чтобы дальше получать еще больше и в дальнейшем тоже распоряжаться суммой побольше уже, посущественнее. Уже сразу в ближайшую неделю вы тогда сможете чуть-чуть больше или выделить для себя, или чуть-чуть больше еще выделить на покупку e-currency. Все, то есть главное это, смотрите по суммам тоже, и главное увеличивайте свои еженедельные суммы выплат. Это самая лучшая стратегия, когда у вас каждую неделю растут выплаты, и что-то сверхъестественного для этого абсолютно не нужно делать. Нужно просто придерживаться таких основ. И третий момент, что часть денег тратьте на себя всегда, каждую неделю, сколько бы вы ни получали, тратьте на себя. И вот теперь, внимание, бинго, да, поэтому у нас минимальная сумма взносов для новичков 200 долларов, чтобы они могли теми суммами выплат, которые к ним придут, вот сейчас, кстати, откроем калькулятор и посмотрим. Вот вы можете открыть каждый калькулятор. Мне нужно еще посмотреть. Ладно, так давайте посмотрю. То есть сумма новичка на 200 долларов примерно уже такая, что можно как-то ей распорядиться по частям, какую-то часть пустить, ну это в районе там пусть будет до 20 долларов, то есть там выплата до 20 долларов, ну 15 вот где-то в этом районе. И ты уже хотя бы действительно можешь эту ощутимую сумму, это уже хоть деньги, да, пощупать и ими распорядиться. Часть там на 5 долларов ты даже купи e-currency. На 5 долларов по 6 центов, сколько же это будет? Сразу легко у нас посчитать в калькуляторе. 83 e-currency ты сразу же можешь купить. Все. И потом их же перепродать в кэшфоу по доллару 20, о, это ровно 100 долларов, смотрите, да, то есть калькулятор все показывает, ровно 100 долларов. То есть ты сейчас реально за 5 долларов можешь купить себе 100 долларов. Вот. Так что вот как раз видим, да, соотношение, что уже выплата позволяет как-то ею распоряжаться. Не просто там фигачить реинвесты без конца и получать меньше доллара в неделю и ничего не ощущать, а уже как-то действительно быть в потоке, в денежном потоке и учиться управлять своим денежным потоком. Вот. Так что и часть еще останется даже из этой минимальной суммы выплат в неделю, часть останется еще что-то на себя. Можно вывести там на карту или с кем-то рассчитаться через money storage, на себя потратить. Вот. И пусть еще, четвертое такое, лично от меня такая тоже рекомендация, пусть у вас еще что-то будет на кошельке. У нас есть money storage, это тот сервис, это самый лучший, во-первых, сервис на сегодняшний день, который позволяет хранить деньги. Ребят, лучшего просто нет. Вы можете там рассказывать, что нужно как-то заводить через обменники или через криптовалюту. Да, да, нужно так завести. Но в хранении лучшего сервиса просто нет. Мы в этом убеждались уже не раз. И все ваши истории о том, каким чудным образом у вас здесь деньги сохранялись, оставались, а вы уже не верили, да. И истории с телефонами, и со всем другим, да. Везде кругом у вас все там испарилось, да, а здесь осталось. То есть лучшего, надежного сервиса, чем хранение в money storage, его просто не существует больше в мире. Так что здесь вы можете хранить даже не те суммы выплат, которые у вас там идут из кэшфлоу, а даже еще свои средства просто. Они у вас там лежат же под проценты, вы тоже знаете. И в долларах они там лежат у вас и в гримнах, и в криптовалюте. И вы легко можете другую криптовалюту, кстати, купить и хранить в другой криптовалюте в money storage, да. Вот, так что вот такие четыре, то есть три основных шага. И четвертый, он вроде бы понятный, но я тоже о нем хочу напомнить. Итак, первое, это часть выведенных денег тратить на покупку e-currency сразу же. Вот, даже перед тем, как купить что-то себе там просто материальное, да, там в мире, перед этим купить обязательно e-currency. Дальше, второе, часть денег выделить на новый взнос обязательно. Потом то, что остается, то эту часть тратим на себя. И еще у вас в кошельке должны быть ваши такие деньги на счастливый случай, да. А вдруг там e-currency сейчас раз, супер цена будет, и вот так раз, и купили много, или там еще что-то. То есть помним эти прекрасные правила, да, богатых людей и тех, которые пока еще не богаты, что богатые люди из прибыли полученной, они сразу же большую часть снова инвестируют в себя, в свое дело, в расширение своего дела, а потом только там закрывают какие-то там вопросы, да. А мышление людей, которые пока еще не богаты, у них наоборот. Они сначала тратят, да, ой, то пойду, куплю, то пойду, куплю, то пойду, куплю. А потом говорят, ой, а что там, криптовалюту купить нужно, да, проинвестировать в свое будущее, ой, да нет, у меня денег нет. А что там, курсы в академии можно пройти? А, так что платить надо? Да нет, у меня денег нет, я уже все растратил, да. То есть сразу ощутимо такое мышление. Думаю, вы так даже, вы так очень часто жалуетесь, когда общаетесь с людьми, которые вам говорят, у меня денег нет, да, вот там, чтобы делать взнос, например, в кэшфлоу. Ну, да, у тебя их и не будет, если ты не поменяешь стратегию управления своими деньгами. То есть у тебя и в голове нет, они у тебя в жизни-то есть, они же к тебе приходят, да, то есть к тебе деньги приходят, у тебя есть входящий поток где-то извне, но просто ты пока неправильно им распоряжаешься. Вот. Мы как-то попросим еще Веру Хаптинец сделать для нас в записи ее прекраснейший практикум по управлению финансовым, то есть она их проводит всегда вживую. Кто на них был, вы реально счастливчики, да. Иногда, ну, она их проводила еще онлайн, но без записи. Ну, я думаю, что мы сейчас все-таки сделаем и попросим Веру сделать это в записи. Верочка, ты согласна? Включай микрофон. Доброе утро, друзья. Привет. Ну, конечно, я согласна, конечно, я согласна. Я счастлива, когда есть запрос на полезные знания, на новые навыки. Конечно, я согласна. И окей, я прямо сейчас, Ира, поняла, что нужно, да, сделать профессиональную, наверное, запись этого процесса. Именно практикума. У нас уже есть ресурсы, люди, аппаратура, кто все могут это сделать и... Окей, да, хорошо. Ну, смотрите, мы... Да, я хочу, знаете, что еще сказать? Что у нас карантин, хоть и карантин, но если сильно захотеть, то мы можем и вживую встречаться, есть специальное пространство. Это у нас же не банкеты, это у нас же не веселуха, это у нас рабочие процессы. И мы можем именно в рабочем процессе по 10-15 человек, по 20 можем, в принципе, и встречаться, и общаться. Это касается Киева и даже других городов. Я с удовольствием. Машины, все есть, сели, приехали. Главное – организоваться. Вот проявляйте инициативу, друзья. Ну, такие жесткие меры, они же не во всех городах, да, то есть есть какие-то территории, где у нас вообще все свободно. А еще можно встречаться дома. А еще можно встречаться... Если такие жесткие меры, то можно встречаться... Знаете, как вот в детстве МИПСА приходили к кому-то домой, да, там, играть в приставку, там, или смотреть мультики, или там что-то еще у них было. Так же и Старкс, мы вроде бы... Вот у нас, например, так это то же самое, чем мы отличаемся от детей. Нам, наоборот, нужно включать эту детскую инициативу, заинтересованность, любознательность. И дети, они же всему хотят, все хотят попробовать, все хотят испытать, все хотят, ну, знаете как, изучить. И не просто послушать, им же интересно все сразу делать. Вот посмотрите на детей. Да, Берочка, давай сейчас мы будем откликаться в сторону. Давай продолжим и закончим. Да, все, спасибо тебе большое. Подожди, я хочу еще немножко про это, про икаренси и про возможность. Смотрите, друзья, вот Ира молодец. Она бесконечно дает подсказки, бесконечно дает, как это, посыл, да, что нужно делать. И сегодняшний разговор, он очень крутой. Почему? Потому что, смотрите, конечно, всем хочется сразу жить хорошо. Но если 20-30 лет, некоторые там меньше, некоторые больше, у вас, ну, у нас, да, не получалось вот прям сразу жить так хорошо, как мы хотим, то стоит сейчас прислушаться и, как это, принять тот факт, что сейчас время крутое тем, что разница между покупкой и продажей икаренси именно такая. Мы не знаем, сколько это будет длиться. Мы не знаем, как будет дальше разворачиваться рынок, криптовалют, мир и все такое прочее, и пятое, и десятое. Но сейчас это золотой шанс именно создать свой крутой цифровой капитал. И если вам прямо сейчас кажется, что там покупка чего-то, она в приоритете, то остановитесь и еще раз пересмотрите. Большинство людей не могут делать соответствующие действия только по одной причине. Они не знают, чего они толком хотят через год, через два, через три. Поэтому, ну, окей, уделите этому внимание. Давайте, может быть, еще проведем, ну, не знаю, там, вечерний созвон в Телеграме, в большом чате и поговорим именно на эту тему. Потому что это крайне важно понимать, ну, что мы хотим, какие действия нам необходимо предпринять сейчас, чтобы то, что мы хотим, у нас реализовалось, ну, скажем, не через пять лет, а через пару месяцев. Это возможно. Просто, ну, вот как еще другими словами, ну, захотеть, наверное, надо. Надо, наверное, ну, просто поверить в то, что, ну, слушайте, ну, у других получается, ну, пусть и у меня получится. А ну-ка я возьму ручку и тетрадку и напишу конкретно, что я хочу. Хочу вот это, хочу вот это. Не бойтесь. И тогда станет понятно, для чего я сегодня покупаю e-currency, для чего я сегодня создаю свой долларовый поток в кашфлот, для чего я сегодня обучаю других людей сделать то же самое. Потому что обучая других людей, показывая то, что мы, какие простые действия мы делаем, ну, показывая это другим людям, обучая других людей, это же элементарно, ну, согласитесь, там же у нас, боже, пару кнопок нажать. Просто это нужно делать. И таким образом мы каждый себе еще дополнительный поток создаем и в долларах, и в e-currency, и в чем хотите, понимаете? То есть, ну, капитал цифровой, а еще есть, ну, я не знаю, как это сказать, ну, человеческий капитал, да? Потому что, смотрите, как круто быть аудитором. У аудитора большие команды, и эти команды саморазвиваются, да? То есть, потому что всем интересно, все друг другу рассказывают, у всех появляются. И каждый аудитор становится все, ну, как это, ценней и ценней. Потому что у него команды, у него люди классные, у него процесс поток идет. Поэтому еще раз, друзья. Ура, все будет хорошо, Верунчик! Да, Артур Тадашич, конечно! Все будет супер, мы ничего не боимся! Мы знаем точно, что цифровое будущее наступило! Скоро гривну отцифруют, читайте статью. Все будет супер, мы впереди. Ну вот, поэтому сегодня начинаем... Верочка, спасибо, я ответил на твой вопрос. Вер, алло, Верочка! Я просто тоже меня разрывает, не могу не ответить на твой вопрос по поводу того, почему это сейчас стоит делать. Потому что сейчас это золотое время. Кстати, ты сказала такое классное. Золотое время, да? И это нужно сейчас делать просто со скоростью света. И не думать о том, а что будет через пять лет. Это через пять лет, если будет другое золотое время, мы тоже будем это делать. Потому что самое большое преимущество вообще нашего сообщества и наших проектов всех, что мы всегда в золотом времени. Вот какое время золотое, мы то делаем. Мы быстро это научимся делать намного раньше, да? Заранее. И потом, когда это золотое время наступает для всех, мы легко можем всех других тоже обучить и другим показать. И все осваиваются, а мы в этом уже просто, вот знаете, как рыба в воде. А еще, друзья, тоже, пожалуйста, обратите внимание, какая ценность у нас есть. Нам же не надо... Верочка, давай пока не закончим по теме. То есть у меня еще есть... Давай, хорошо. Про ценность попозже. Все в другой раз еще. Спасибо, все сразу, конечно, не скажешь. Да, ждем твои видео именно в записи. Итак, ребят, да, золотое время. Почему делать сейчас? Потому что золотое время. И тут следующий вопрос. А как делать? В стратегии мы вам рассказываем. Я делюсь его даже о том, что договориться с человеком, у которого есть майнер, чтобы покупать у него Яковикс, чтобы он был вашим поставщиком. Ну, согласитесь, это же круто. Круто, да? Найдите человека, у кого есть майнер, и договоритесь с ним о цене. Договоритесь с ним о разнице, которую вы будете брать в зависимости от цены курса на бирже. То есть какую он вам будет делать наценку. Но для вас это вообще простейший способ покупки e-carrency. Вы знаете, что вы всегда их можете прийти и взять. Вот, теперь следующий момент. Скоро у нас будет... То есть как делать? Да, мы даем подсказки. Скоро у нас будут вообще персональные подсказки в кабинете, как распределять свой поток, как им эффективно управлять. У нас в кабинете скоро будут много изменений, много новшеств. Да, у нас всегда обновления происходят, новшества. И в кабинете будет очень круто. Каждого, абсолютно каждого ждут персональные подсказки. Они не могут быть одни на всех. То есть понимаете, да? Когда мы говорим вот так в общем, то они как будто бы одни на всех. Но у каждого есть своя стратегия даже. У каждого есть свои желания. И та скорость, с которой он хочет к этому прийти. И для каждого персональные будут подсказки прямо в их кабинете. И будете их знать только вы. И только вы будете видеть, и только вы будете так делать. И для других будут другие подсказки, да? Согласно их стратегии, их манере, даже поведения в кабинете. То есть все это персонально для каждого. Круто это. И скоро нас это ждет. Ну и еще много чего нас ждет. Нового, такого фееричного, красивого, яркого. Поэтому, ребята, e-currency берите. Их нужно брать. Просто потому, что это действительно пришло золотое время. Все. А то мне слово «тренд», «тренд» так резало слух. Реально, золотое время. Запишите мне тоже, мне в личку потом, пожалуйста, пришлите. Тоже. И вы берите это слово «золотое время». И вот как ты будешь в это золотое время себя чувствовать? Какие будут твои действия? Или ты будешь просто как потребителем и дальше так потребительски относиться ко всему, что к тебе приходит в жизнь, да? К деньгам имеется в виду. Или ты будешь, вот пишет Татьяна из Ростова, спасибо. Или ты будешь более как инвестор, да? То есть приоритет на инвестора. Класс, да? Как ты будешь в это золотое время? Потому что в зависимости от твоего поведения будет результат. Какой ты будешь? Или в золоте, или все так же, как был. Вот. Так что золотое время всегда есть. В любое вообще время есть возможность, в любое. И самая крутая фишка, что мы в этом золотом времени всегда чувствуем себя очень хорошо. Мы заранее уже знаем, что необходимо делать. И уж как только этот момент приходит, мы точно знаем, как нужно делать. И мы умеем делать это быстро, легко. У нас куча способов. Поэтому, ребят, сейчас золотое время именно криптовалюты. И теперь второй вопрос, который сегодня тоже был у меня от молодого человека, который звонил мне утром. Это в плане рассказать. Что рассказать? Ребят, я еще раз повторяю для вас каждого. Смотрите. Скажите каждому, что сейчас золотое время, чтобы покупать криптовалюту. Мы даже с Витей Красивиком в одном чате переписывались. Шутка у нас была про приставку. Что он пишет, что я хочу приставку. Я говорю, Витя, ты лучше деньги пусти на покупку криптовалюты. Реально. Если для себя, пусти на покупку криптовалюты. Для детей не жалко. А если для себя, пусти на покупку криптовалюты. Это будет намного ценнее. Потом купишь вообще тысячи таких приставок. И всем-всем. Так что сейчас золотое время – это покупать криптовалюту. Записывайтесь. Ребят, тоже запишите, пожалуйста, тезисы с этой зарядки. Золотое время – покупать криптовалюту. Дальше. Какую криптовалюту покупать? Криптовалюту e-currency. Это криптовалюта мощного международного сообщества, в котором около полумиллиона пользователей, которая майнится уже, сколько у нас, три года. То есть это криптовалюта огромного международного сообщества. То есть криптовалюта международного сообщества, которой пользуются уже около полумиллиона человек и в дальнейшем будет пользоваться еще больше. То есть у нас на самом деле держателей токенов, держателей e-currency, и вообще кто с майнерами, ну вот, вот так около полумиллиона человек. А как они ими распоряжаются, не могу знать. Может быть, кто-то просто заходит на биржу и торгует. То есть они же даже не обязательно должны быть в кэшфлоу. Это просто держатели криптовалюты e-currency. Так что вот, что необходимо рассказать человеку, что золотое время покупать криптовалюту. А он спрашивает, что, серьезно? Говорите, слушай, пришло золотое время, ты тоже можешь сейчас купить криптовалюту. Ответ, точнее, сразу к вам вопрос, что, серьезно? Я тоже могу это сделать? Я думала, это только там Илон Маск может такое творить, чудеса. А что, я могу? Да, и ты можешь. Слушай, вообще, какую криптовалюту? Их там как-то море, я вообще не понимаю. Слушай, нужно брать криптовалюту e-currency. Ну хорошо, ладно. А как вообще? Что это за e-currency? Где их там, где их брать? Вот здесь есть три места, где ты можешь их купить. На бирже Stacks, в Money Storage и у кого-то просто с рук. У того человека, который майнит их или который раньше их купил и сейчас их перепродает. Чтобы на этом заработать снова такие деньги. И вы так тоже делайте, не забывайте, на чем вы можете еще делать деньги. На перепродаже e-currency. Все. Нужно покупать, потому что золотое время. Что покупать? E-currency. Где покупать? Вот. Я тебе. И теперь самая главная фраза, что. Я тебя познакомлю с человеком, который тебе это поможет сделать. Хочешь? Хочешь, я познакомлю тебя с человеком, который тебе поможет это сделать? Это полностью вас освобождает от всего. Мне сегодня молодой человек говорит, а что мне теперь делать? Вот как рассказывать? Я говорю, супер. Вот вам кто-то же рассказал. Он говорит, да, мой сосед. Я говорю, супер, прекрасно. Вот теперь проберите других своих соседей, пока ваш сосед еще к ним не пошел. И приведите к этому соседу. И скажи, слушай, а идем-ка вон к моему соседу на чай. Он знает, как покупать криптовалюту. Это сейчас вообще золотое время. И он нам тоже это покажет. Я там уже себе чуть-чуть брал, но хочу еще там посмотреть, как это делается. И он тебе, кстати, тоже может купить. Идем со мной. Да, может даже сказать, идем со мной. Я буду покупать. Идем со мной, посмотришь, все ли я там делаю правильно. Потому что я могу тут, ну, вообще, может быть, пока я немного еще очень далеко вникаю. Все. И он посмотрит, и он тоже захочет себе это делать. Тоже был как один из приемов, вот как организовать вам тристороннюю встречу. Что идем со мной. Сходишь. Я вот хочу купить криптовалюту. Слушай, я хочу купить криптовалюту, да? Ну, я что-то так, пока это так неуверенно еще делаю. Ну, конечно, мне вот с соседом или друг, или там вообще какой-то незнакомый человек, вот он так давно это уже делает. Я вроде бы уже это и делала, но все же решил сейчас, конечно, еще прикупить. Потому что, ну, я мало купил, да? Слушай, пошли со мной посмотришь. Ну, мало ли что там. Может, ты там лучше разбираешься. Ну, вообще, как бы с тобой мне будет поспокойнее. Все. То есть он пришел, и, конечно, он тоже захочет себе купить. И вы в ходе разговора, в ходе покупки, как вы будете покупать, вы тоже, он тоже купит. Поэтому берите своих друзей, когда идете на покупку криптовалюты. Алло, простите. Да, это был телефон, я опять не выключила эти мобильные сети. Значит, смотрите, это очень хорошо работает фишка, когда вы сами ходите покупать криптовалюты. Берите просто каждый раз с тобой нового друга. Как вам идея, да? Или просто скажите, слушай, я купил, мне так нравится, я купил, ну, реально, и ты тоже себе купил. Вот, я могу тебе сказать, кто тебе научит, кто-то покажет. То есть вам даже не нужно ему показывать, его учить, как это делать. Просто скажите, идем к моему другу, он мне показал, как это делать, он и тебе тоже покажет. Какой классный чувак вообще, или там, такая классная девчонка. Все, там, девочки, подружки, да, я вижу, как вы в Инстаграме, там, друг друга рекламируете, красотки. Ой, подождите, звук снова, сейчас, подождите, сейчас, сейчас, сейчас. Теперь меня должно быть слышно отлично. Да, это когда телефон, то выбивает. Все, раз-раз, как связь, должно быть прекрасно. Простите, что выбила, я сейчас выключу сеть, чтобы не было входящих. Причем, она у меня выключена, еще была. В общем, со всех сторон все звонят. Вот, кстати, с кем я вчера не успела пообщаться и еще не ответила, вы знаете, что вчера был и день варенья у нашего сына старшего, поэтому все, со всеми еще пообщаемся. Итак, смотрите, да, то есть приемчик, что всегда ходите покупать криптовалюту, берите с собой друга. Или просто вы уже купили, скажите другу, идем там, купим тебе тоже криптовалюту. Это такой классный чудак, да, такая классная девочка. И я смотрю, как вы в соцсетях друг друга рекламируете, особенно это девочки, да. То есть девочки вообще всегда умеют там рекомендации давать, да, с радостью это делают именно так через соцсети. Или может быть потому, что мне просто попадается, но мальчики тоже, мальчики по-своему это делают, да. Девочки по-своему, мальчики по-своему. То есть как круто, вы пишите, моя подружка там стала для меня открытием в криптомир, там, или открыла мне двери, или научила меня там покупать. То есть вы сразу тегаете вашу подружку, потом заходят, смотрят, ага, значит, и у меня может быть такая подружка, да. Или вы пишите, моя подружка самая лучшая, потому что она там умеет покупать сейчас криптовалюту. Вот, то есть вот, вы можете взять себе это за привычку тоже, за вашу ежедневную даже привычку, даже не еженедельную, а ежедневную. И сейчас хочу поделиться с вами еще одним тезисом. Сейчас я его заранее приготовила, но он затерялся. Интересный факт, что деньги обычно лежат у левшей в левом кармане, а у правшей в правом. А если же человек развивает оба полушария, то деньги лежат в крипте. Поделился со мной этим интересным фактом Вячеслав Лапин. Слава, спасибо тебе большое. Читала уже как раз так вечером. И к добрым снам. Так что, ребят, сейчас золотое время. Записываем себе этот важный тезис. Это итог недели. Верочка, спасибо тебе за эту фразу. Мне она лично очень зашла. Я ее буду использовать. Кому тоже идет такой отклик, то используйте легко. Вы можете, мы для того и общаемся, чтобы друг у друга брать то, что вам по душе. Все способы хороши. Нет какого-то одного, исключительно вот этого. Все способы хороши. Как общаться, что говорить, как часто, упоминать какие-то ваши любимые слова. Но важно просто делать. Я сейчас беру себе этот тезис. Золотое время крипты. Золотое время криптовалюты. Золотое время, чтобы покупать криптовалюту. Золотое время, чтобы делать деньги на криптовалюте. Потому что 10 лет назад это было совсем никому непонятная какая-то субстанция. А сейчас это более уже понятно все большему количеству людей. И понятно, что не все в ближайшее время будут с криптой. Но предпочтительнее, чтобы вы были в этом числе не всех. Чтобы вы были среди тех людей, которые первыми будут делать деньги на криптовалюте. И почему e-currency сначала между нашими участниками идет самая большая информация для наших. Чтобы наши участники, которые с нами вместе уже столько лет, чтобы они первыми делали деньги на криптовалюте. Чтобы они первыми становились богатыми на криптовалюте e-currency. И через криптовалюту e-currency. И всегда для всех наших участников будут самые лучшие условия в любое золотое время. Знаете, как бывает золотое время, где можно выпрыгнуть. А когда ты в момент этого золотого времени еще в самой лучшей позиции, то это сразу же твои шансы увеличивает в энное количество раз на успех и на быстрое процветание. Чтобы все теперь было в жизни абсолютно по-другому, так как вы себе нарисуете. Но для этого еще захотеть, захотеть того чего-то большого. Так что, ребят, начинаем с простого. Начинаем делать так, чтобы у вас каждую неделю было много денег. А потом вы и придумаете, чего вы хотите. И желания резко появятся, большие, глобальные. И придумаете, как тратить, и на что тратить. И встречи, поездки. Кстати, Черкассы. Та тусовочка, которая у вас там будет, я же на нее тоже планирую приехать. Мы с вами как-то давно уже договаривались, что Черкассы я еще там не была. Поэтому я обязательно должна там побывать. И сейчас, на следующую встречу, я планирую, конечно же, на ней быть. Так что, ребят, задача номер 1 сейчас для каждого – это делать так, чтобы у вас были деньги. Просто, всегда и просто на все. Это самая простая задача, это самое простое, но которое закроет много ваших вопросов в жизни. Вот просто каждого. Серьезно. Сразу же будет меняться и внутреннее состояние, и все. Вот просто будет меняться все от этого эффекта. Как это делать? Есть у нас подсказки, есть у нас стратегии. Вы можете управлять уже сразу же вашим денежным потоком. Напомню, что сегодня в первой части разговора мы говорили именно, как эффективно управлять выведенными средствами. Те средства, которые вы вывели из проекта. Выводить все и только тратить – это неэффективно, потому что это ваши деньги, это ваши входящие деньги в вашу жизнь. Мыслите как инвестор, не мыслите как обычный потребитель, что потратил, а потом на что осталось, думая, что с ними делать, а осталось ровно 3 копейки. И что ты с этих 3 копеек разгонишься? Ничего. Поэтому мыслите как инвестор, любые деньги, которые приходят в вашу жизнь из разных абсолютно источников, и из кэшфлоу, и из ваших заработков с купли-продажи и каренси, просто так с рук, не говоря уже о купли-продаже в кэшфлоу, и с ваших заработков по бонусной программе, и с заработков по money storage, по партнерской программе, заработков где-то, что у вас там какое-то дело есть на земле, например, или там где-то в интернете что-то еще у вас, не знаю, только это онлайн-магазин у вас, например, интернет-магазин, или вы что-то производите. То есть все деньги, которые приходят в вашу жизнь, просто так брать их и тратить, это кощунство. Мыслите как инвестор, вы каждую копейку должны провернуть, запустить их в свой денежный поток и брать из этого денежного, бесконечного потока. Ребята, у нас поток плюс, он бесконечный, помните об этом, он бесконечный, вы бесконечно долго до конца жизни будете брать оттуда деньги. Сначала вы туда кладете, потом вы берете. Вы кладете малую часть, берете больше всегда, кладете мало, всегда берете больше. Поэтому все, стратегии есть, скоро у нас еще будут в кабинете подсказки для каждого индивидуальные, персональные, что лучше делать и как лучше делать. Наш кабинет с нами общается, и он будет общаться с нами всегда и дальше. Вот так, ребят. Это итог недели. Что могу сказать? Это первое. Распределять свой поток, управлять им, потому что деньги, которые вы получаете из кэшфлоу, это тоже ваш ходящий поток в жизнь вашу. Вот поэтому управлять им тоже нужно, распределять на покупку криптоактива e-каранти, на покупку чего-то материального в жизни для себя, на новый взнос обязательно, и чтобы у вас в кошельке всегда лежало на мороженку. И второй момент. Это ваше, вы хотите рассказывать, конечно, да, рассказывать о крутом друге, о крутой подружке, которая научила вас покупать криптовалюту, или к которой вы идете сейчас покупать криптовалюту, которая вас научит или которая вам покажет, как это делать. То есть расскажите, прям возьмите себе человека сегодня, такое задание для каждого, что возьмите, выберите себе парочку таких людей, вот прям составьте их портрет, что вы о них можете рассказать вашему соседу, другу, знакомому, родному человеку. Например, расскажите о человеке, что вы недавно познакомились с таким классным, или с классной девушкой, или с классным парнем, который умеет, оказывается, покупать криптовалюту. Слушай, я тоже хочу. Ты представляешь вообще, какое знакомство? Да это судьба, да я прошу у судьбы, чтобы что-то мне тут упало, какая-то манна небесная, да, и вот оно все. Я познакомился с таким классным человеком, он умеет покупать криптовалюту. Да, сейчас на криптовалюте самое золотое время. Самые большие деньги и самые быстрые сейчас делают на криптовалюте. Кстати, самые большие быстрые деньги делают именно на криптовалюте. Тоже запишите себе этот факт. Все, то есть мне прям он послан судьбой. Все, я за него хватаюсь руками и ногами, и он мне сейчас всему будет учить. Я скоро стану прям сам акулой в этом деле, буду всех других учить. Поэтому уйдем со мной учиться. Вот так очень легко рассказать о том, чем вы занимаетесь, и какие у вас знакомые, с кем вы общаетесь. Все, я покупаю криптовалюту и учу теперь покупать других. Я сам научился это делать, и теперь я учу этому других людей. Давай тебя научу. Все. Все, друзья, если вам было полезно, это меня радует. Спасибо вам за сегодняшнюю зарядку. Спасибо за... Да, пишите, что крутые фишки были. Да, Верочка, тебе тоже куча благодарностей все шлют. И я тебе тоже от себя лично сегодня даю особую благодарность за золотое время. И тогда мы с вами встречаемся на зарядке в понедельник в 11 часов, как всегда. Наша новая встреча. Начинаем круто неделю. И в завершении этой недели подготовьтесь к тому, чтобы вы круто стартовали с понедельника. Подготовьте ваших друзей, подготовьте разговоры, какие вы будете говорить, как вы будете говорить. Потренируйтесь обязательно, пока вы не сделаете много тренировок, то у вас не будет получаться. И не всегда получается с первого раза. И ничего страшного. Вы знаете, сколько тренировок делает олимпийский чемпион, прежде чем у него получилась эта олимпийская медаль. То есть это годы в жизни тренировок. У нас все, слава богу, намного легче. Слава богу, у нас все намного, намного легче. Все, друзья. Желаю всем вам крутых выплат каждую неделю. Таких сумм, чтобы они у вас увеличивались с каждой недели. Вот так. Геометрическая даже прогрессия. Пусть так и будет у каждого. И помните, что денег много никогда не бывает, и вообще они имеют свойство заканчиваться. Поэтому мыслить нужно не просто как потребитель, который тратит их, а который запускает их в денежный поток. Каждую копейку необходимо запустить в денежный поток. И потом ты, когда ее берешь из этого потока, тебе не жалко ее тратить ни на что. Ни на что. Даже покупать Sony PlayStation переплачивать в два раза. Дороже, чтобы порадовать своего ребенка. Все, ребят, целую вас, обнимаю. Всем пока-пока. До понедельника. А с вами была ваша Ирина Левченко. Жду вас в понедельник. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok